Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Продолжаем анализировать фундаментальные события, смотрим как они отрабатываются в динамике финансовых инструментов и в связи с этим корректируем наши позиции, большинство из которых носит долгосрочный характер. Неделя, друзья, как и собственно было спланировано изначально, была открыта серьезной влатильностью британской валюты, но я уверен, что эта влатильность будет оставаться на очень высоких значениях, поскольку мы по-прежнему во власти вот этого политического британского фона. То, что вчера прошло голосование, я надеюсь, что вы знакомы уже с его итогами, ТРЗМ потерпела очередное, на мой взгляд, сокрушительное поражение. Это более чем, друзья, прогнозируемое. 242 депутата поддержали документ выхода Англии из состава ЕС и 391 против. Еще одна страница истории, собственно, друзья, перевернута, но впереди у нас еще два важных дня. Это сегодняшний, когда будет поднят вопрос о возможности Брекзита без сделки и, соответственно, если большинство проголосует за то, что нельзя допускать выхода без сохранения для Англии доступа к единому европейскому рынку и таможенному союзу, уже, собственно, в конце недели, друзья, мы будем с вами следить за потенциальным переносом сроков этого официального Брекзита, который на текущий момент по-прежнему датируется датой 29 марта. Завершение, окончание этой недели обещает быть не менее жарким, чем начало. Поэтому обязательно контролируйте риски, это очень важно. Посмотрите, что творит британская валюта. Для нее на таком фундаменте не стоит ничего, собственно, пройти 200 пунктов вверх, даже больше, и потом так же быстро их откатить. Сегодня мы чуть позже поговорим подробнее о британской валюте, когда переключимся непосредственно на нее. Давайте сейчас обратим внимание на содержание сегодняшнего экономического календаря в 15.30. Мы будем следить за данными по заказам товара длительного пользования. Это еще один релиз по штатам. Повторяю то, что статистика американского происхождения для нас важна, потому что каждый из этих отчетов мы с вами используем в качестве еще одного довода для нас, как для трейдеров, склонных полагать, что политика Федрезерва теперь будет более мягкой. Вчерашний отчет по инфляции. Я традиционно рекомендую делать больше акцент не на основной индекс потребительских цен, а на базу инфляции, потому что она не учитывает волатильные цены на нефть и продовольственные товары. Так вот, вчерашние данные еще раз указали на то, что прав был Джером Пау, председатель американского регулятора, когда делал акцент на все еще давлеющий эффект, который присутствует на показатель потребительских цен. И прав был в своей формулировке о том, что инфляция остается сдержанной. Но фактически такие цифры оправдывают его позицию. Он по-прежнему может уповать на то, что резкая смена его личной риторики с крайне жесткой, когда еще в 2018 году мы оперировали его комментариями о том, что в 2019 темпы ужесточения политики будут такими же. Но в 2019 году он изменил эти риторики. Мы-то с вами прекрасно понимаем, что, скорее всего, он просто испугался Трампа. Но ему пока что приходится и удается оправдываться вот этой слабой статистикой, что он правильно делал, потому что ФРС это адаптивный регулятор, следит за статистикой. Если статистика ухудшается, меняется также и позиция. Ну, возможно, кого-то из вас он не убедил, и вы склонны также полагать, что ФРС все-таки больше ориентируется на макроэкономические данные. Суть и дело это, друзья, не меняет. Политика теперь будет совершенно другой. Поэтому доллар, вы видите, даже при, казалось бы, появлении фундамента, когда можно было бы говорить о повышенном спросе на защитные инструменты, доллар демонстрирует вялую динамику. И доллар-иена даже при таком насыщенном фоне, как Brexit, топчется вот в диапазоне нескольких десятков пунктов. Я думаю, что это как раз то самое время, период, когда копят силы продавцы. И эта динамика, предполагающая последующее снижение курса доллара и иены, сначала к поддержке 110 и потом ниже, эта динамика разразится в самое ближайшее время. А снова обращаю ваше внимание на то, что вероятным катализатором для движения пары доллар-иена могут стать как раз подробности по соглашению Китая и США. Но пока что этих подробностей нет. И я думаю, что на этой неделе мы к этой теме будем возвращаться все меньше и меньше, потому что сейчас все новостные сводки пестрят заголовками и какими-то подробностями по тому, что происходит сейчас в Англии относительно Brexit. И мы, будучи фундаменталистами, конечно же, сейчас должны тоже следить за тем, что творится там, потому что нам хочется урвать свой лакомый кусок в динамике британца и хочется, чтобы все-таки были реализованы те идеи, ранее обозначенные по британской валюте и предполагающие то, что фонд может все-таки до конца этой недели сохранить за собой статус аутсайдера. Помимо заказов на товар длительного пользования, друзья, сегодня у нас традиционный для среды релиз по запасам нефти США. Я думаю, что эта статистика, скорее всего, поддержит котировки нефти, потому что у нас вчера своего рода репетиция прошла, потому какие данные мы увидим. Американский институт нефти сообщил о том, что запасы нефти снизились на 2 с небольшим миллиона. Последние недели корреляция между этими отчетами сохраняется на высоком уровне, поэтому если официальные данные сегодня будут схожими, я допускаю, что если не на этой неделе, друзья, то, по крайней мере, через пару недель уж точно мы должны, скорее всего, столкнуться с такой трендовой динамикой снижения запасов, потому что, как я уже говорил, на текущий момент практически все НПЗ уже вернулись к своим высоким показателям загрузки, поскольку завершился сезон технического обслуживания. И в такие периоды мы, конечно же, говорим о том, что вероятность снижения запасов будет преобладать над вероятностью роста запасов, а снижение запасов – это как раз еще одно топливо. Простите за небольшую тавтологию по нефтянке, для того, чтобы мы с вами не отказывались от идей, которые предполагают Росбренд и WTI. Ну и даже без этого фундамента причин, почему сейчас локально нужно делать ставку на сохранение роста черного золота достаточно. Я повторяю, что вчера очень сильно в моменте менялся новостной фон по Брекзиту, сейчас мы его чуть детализируем, но согласитесь, до голосования непосредственно вчерашнего было еще настрою у оптимистов, что каким-то чудом Тереза Мэй сможет преодолеть это голосование с пользой для себя и с получением достаточной поддержки со стороны депутатов. И на том, что как раз эти оптимистичные настроения присутствовали, мы видели вчера повышенный спрос на рисковые инструменты, не в традиционный актив, который относится к их числу. Также я продолжаю делать акцент на проблемы поставок из Венесуэлы. Ожидается, что в этом году поставки нефти скатятся вовсе до 750 тысяч, может быть даже меньше. Еще одна новость с знаком молнии, это практически под закрытием вчерашнего дня, со ссылкой на Интерфак. Саудовская Аравия предложила продлить сделку энергетического пакта, который сейчас датируется концом 2018 года сроком до середины 2019 и продлительно до конца этого года. То, что ранее мы говорили о Саудовской Аравии как об одном из ключевом игроке ближневосточного картеля, фактически лидером этой организации, говорили о регионе, который и дальше будет сокращать объемы добычи, вот через такие заявления тоже следует очевидный вывод о том, что страны ближневосточного картеля все-таки действительно делают все возможное для того, чтобы поддерживать баланс на рынке углеводородов. И это для покупателей благо в плане фундамента еще один фактор, почему можно делать сейчас локальную ставку на укрепление котировок нефти. Не забывайте также про Baker Hughes, количество нефтяных терминалов, это для медведей, для которых Штаты по-прежнему выступают основным фактором снижения стоимости углеводородов. Я не говорю о том, что это не так, вы не правы, нет, я таких заявлений не делаю. Друзья, уверен, что к Штатам как фактор распродаж мы еще вернемся, да и в принципе, я надеюсь, вы помните, что я повторял это уже не раз, но не сейчас, друзья. Поэтому давайте сегодня сфокусируемся все-таки на данных по запасам, поверим, что данные будут очень схожими с цифрами, которые мы видели от API, и потенциально это может оказать большую поддержку ценам. На текущий момент бренд в районе 67, это гораздо выше уже 65, наша цель 69,70. Я понимаю, что кто-то из вас устал уже ждать данного ориентира, я признаю, что тоже уже надоело наблюдать за вялой динамикой, но что уж тут поделать, хорошо, что пока что рынок находится в том направлении, в котором нужно нам, а несмотря на то, что вялая динамик, ну ничего. Те, кто, друзья, умеет ждать, обязательно такие ожидания вознаграждаются. Доллар иена 111.34, снова я говорю про слабую статистику, я считаю, что вчерашние данные по инфляции, даже если опустить базу в инфляцию, а говорить про основной показатель потребительских цен, то он тоже снизился в годовом выражении с 1.6 до 1.5. Получается, что у нас накануне была слабая розница, она, в принципе, и стала причиной, на мой взгляд, более слабых показателей по инфляции. Вспоминаем снова риторику Джерома Паула, понимаем, что сейчас рынок лишен каких-либо катализаторов, ну, может быть, если все пойдет по негативному сценарию касательно Брекзита, я снова говорю о том, что это самое, наверное, вероятное развитие событий, которое может произойти, то, соответственно, даже в этом случае можно будет говорить о распродажах доллара, потому что японская иена обладает более выраженными защитными свойствами и качественными, поэтому спрос на иену вполне способен привести к еще большему, более уверенному снижению курса пары доллар-иена. Американский фондовый рынок 2790 пунктов. Специально я продолжил идею после доллара американской фондой, потому что здесь те же самые посылы связаны с слабой статистикой. Кроме того, здесь еще и очень важный уровень психологического сопротивления 2800 пунктов. Вы считаете, что если вы раньше не открывали короткие позиции, у вас есть возможность сделать это сейчас, потому что лично я не сомневаюсь, что нас ожидает очередной отбой. Не вижу я причин, из-за которых можно было бы сейчас покупать вообще фондовые рынки. Больше склонен полагать, что та же самая американская фонда остается перекупленной и, соответственно, при том развитии негативных сценариев, касающихся Брекзита и торговых отношений между США и Китаем, будут дополнительные, более мощные причины, благодаря которым мы все убедимся в том, что рисковым активам все-таки лучше сейчас на них не делать ставку. Австралиец против доллара 0.7055. Друзья, цель 0.70. Она удерживается. Пока что обновленного фундамента нет. Я думаю, что и не нужно ничего выдумывать. У нас очень мощный заряд ожиданий по слабости австралийца, исходя из последних отчетов по инфляции, по задолженности домохозяйства и, возможно, еще важнее по темпам экономического роста. Доллар канадец 1.3359. Отошли мы от нашего целевого ориентира в районе отметки 1.35, но еще не вечер. Завтра состоится выступление Каролины Билкинс, которая является совместителем председателя Банка Канады. Повторяю, что она обычно транслирует идею важности сохранения мягкой экономической политики и уже неоднократно лоббировала такие посылы, что с повышением ставки торопиться ни в коем случае не нужно. Я допускаю, что именно ее авторитет стал причиной, из-за которого Банк Канады официально изменил свою позицию на прошлой неделе. Если ничего не изменится в ее риторике, вероятность этого крайне низка, у нас будет с вами повод, чтобы до конца этой недели по-прежнему не отказываться от идеи тестирования сопротивления 1.35. Евро против доллара 1.12.83. Здесь я хочу предложить даже сделку с Владимиром уровнем 1.13.10. Я надеюсь, что вы давно усвоили для себя причины, по которым евро стоит сбрасывать активно. Главный катализатор – это прошедшее заседание Европейского Центрального Банка. Нам нужны, понимаем, новые вводные, новые аргументы, за которые можно зацепиться. И такие будут, потому что в эту пятницу выйдет очередной отчет по инфляции. Снова мы убедимся, друзья, в том, что Драги позволил себе сделать заявление о отсутствии условий для повышения ставки и заявлений относительно необходимости запуска нового раунда долгосрочного рефинансирования, потому что он прекрасно понимает, что экономика очень далека от цели по индексу потребительских цен и по экономическому росту. И экономика нуждается в допостимулировании. Поэтому завтачный, точнее пятничный отчет по инфляции мы с вами проанализируем, конечно же, в понедельник. Но я надеюсь, что в понедельник у нас с вами будет возможность говорить о котировках поближе к уровню 1.12. Ну и, конечно же, британская валюта, которая радует волатильностью. Я думаю, что вы все обратили внимание на такой безудержный рост британцев, в частности, хай вчерашней торговой сессии практически на уровне 1.33, но потом в считанные минуты произошло ослабление до отметки 1.30. Сначала участники рынка поверили в чудо в прямом смысле, поскольку на рынке появились сообщения со ссылкой и на, собственно, Терезу Мэй, и на Юнкера, которая является руководителем Еврокомиссии, что Мэй смогла убедить ЕС внести дополнение и сделать определенные правки в текущем соглашении. Якобы ей удалось убедить ЕС отказаться от так называемого понятия «бэкстопа». И, конечно же, все затрепетали. Это же хороший фундамент, чтобы в конце концов убедить полутообщин одобрить это соглашение. Но почему произошли распродажи? Потому что тут же дал пресс-конференцию Джереми Корбин, который возглавляет партию оппозиционеров, и отметил, что действительно подмена понятий произошла. О «бэкстопе» пока уже речи не идет. Но то, что пытается Еврокомиссия предложить под предлогом того, что это не «бэкстоп», фактически то же самое. Терезу Мэй, в конце концов, не сделала того, о чем обещала. Настроения тут же ухудшились, и трейдеры с определенным нервиком стали ждать итогов голосования. Ну и начал я, друзья, брифинг с того, что голосование стало провальным уже второе подряд. Я считаю, что это явное доказательство того, что политический кризис продолжает преобладать. Он сохраняется в рамках Англии. Я считаю, что шансы на реализацию жесткого Брекзита очень высоки. Даже если сейчас удастся правительству выиграть время, продлить действия 50-й статьи, я думаю, что вчерашнее голосование явно доказывает то, что никто уже не доверяет текущей партии власти. Выиграв время, Тереза Мэй не сможет внести необходимые правки в текущее соглашение, а значит не сможет убедить палату общин, парламент все-таки одобрить это соглашение. Мы получили отсрочку, друзья, но отсрочку все-таки негативного, неизбежного жесткого сценария, при котором Англия не сохранит за собой доступ к единому европейскому и таможенному рынку. Я не верю в чудеса, я уже говорил об этом вчера, поэтому рекомендую вам и дальше искать уровни для продаж, потому что фунт, на мой взгляд, имеет очень высокие шансы завершить эту неделю, ну как минимум очень рядом, очень близко с поддержкой 1.30, но в идеале даже еще ниже. Даже если пара фунт-доллар будет котироваться выше, я все равно не откажусь от идеи еще большей слабости британцев, потому что я понимаю, что британская экономика постепенно идет все-таки по вот этому сценарию жесткого брейлиста, о котором мы говорили уже не раз. На этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание, хорошей вам торговой сессии, следите за рынками, контролируйте загрузку вашего депозита, потому что волатильность сегодня обещает быть точно такой же, как и день назад. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok